я раз узнал где находится последний квест, но я также забыл то, что мне нужно зайти к цирюльнику, он мне предлагал к нему заглянуть, который я освободил. Еще раз благодарю за то, что пришли мне на помощь. Но где мои манеры? Мастер ведьмак, позвольте представиться. Я Жан-Луи Людовик, выпускник института красоты Лес-Мон-Полю Магна Кум Лауде. Мои ножницы и бритвы всегда в вашем распоряжении. Он ничего не скажет? Просто подстричь хочет? У тебя, я так понимаю, ничего нового нет. Ладно. Блин, ладно. Жалко. Я думал, он еще что-то скажет. Ну хорошо, тогда идем на квест. Так, и последний квест, который у меня не сделал, находится, я так понимаю, здесь. Тяжело его было найти. И пока я, блин, его искал, самого найти не смог, у меня не получилось. Поэтому пришлось прибегнуть к гуглу, но пока я его гуглил, где он находится, я немножко себя, блин, заспалерил. Нельзя же, блин, просто показать, где он находится на карте картинки. Надо... Да, вот здесь-ка я съесть. Забидно в покое. Пойди прочь. Что ты ко мне привязался? Зачем ты меня мучаешь? Сыла нечистая. Чего нечистая, может чистая? Ой. Волк. Ладно, хорошо, волк. Скажем, мы... Мирно сюда пришли. И волк, король, и съел. А ну расскажи, что тебя мучает. Жаль, может одного волка? Ох, спрошу, как есть. Ты человек. Прости, я... Ох, не доверяю собственным чувствам. Я ведьмак. Не совсем. Я ведьмак. Некоторые по этой причине отказывают мне в принадлежности к роду человеческому. Кое-кого знаю лично. Ведьмак? Но нет, ты тоже не поможешь. Посмотрим. Рассказывай, в чем беда. Меня терзает какой-то демон или призрак. Им. Не дает мне спать. Он чего-то от меня хочет. Точно знаю. Только не пойму, чего. Каждый день появляется, а потом исчезает. Он и сейчас здесь, за деревьями. Ничего не вижу. Понятное дело. Его нельзя увидеть. Но ты-то видишь. Только когда выпью отвар. После него у меня болит голова. Мутит. Но я терплю. Не хочу глаз с него спускать. Этот твой демон. Можешь его описать? Он выглядит, как огромный конь. Стучит копытами во мраке. Прибегает. Смотрит на меня. А потом убегает. А это точно не простой дикий конь? Это создание не из нашего мира. Когда он на меня смотрит, меня такой холод охватывает. Это средоточие зла всматривается в меня черными своими глазищами. А я от ужаса шевельнуться не могу. Может быть это то самое зло, которое мы освобождали в Велине? Когда делали квест с ведьмами. Там был выбор либо помочь штуке в дерево, либо отказать. И там что, когда помогаешь, то ты привозишь коня. И дух вселяется в этого коня и убегает в виде коня. И может быть это зло, это этот конь? Здесь правда на проблемы я убил эту штуку и не освобождал. И я ни в кого коня не затачивал. А что у тебя за отвар? Интересно, что вызывает такие сильные видения? Гриб какой-нибудь? Крестник? Поднивка плясовая? Почти. Сивушка обыкновенная. Вижу, ты в травах понимаешь. Сивушка? Мне казалось, она вымерла. Я вырастила несколько штук из засушенных грибниц. Надеялась, что отвар сивушки позволит мне увидеть этот кошмар. Я не ошиблась. Насколько я знаю, сивушка вызывает серьезные побочные эффекты. Но она действительно позволяет увидеть сокрытое. Да, с ней я вижу его. Все лучше, чем чувствовать, что он где-то рядом, но не знать где. Ясно. Наркоманка. Так я и думал. Впервые хотел бы узнать, сколько ты заплатишь. Ты берешь золото? Арена, Новиградские кроны. Можно Флорина? У меня нет ни того, ни другого. Ничего у меня нет. Одна только картошка в подвале. Хорошо уродилась в этом году. Если справишься, отдам тебе пару мешков. Согласен? А сколько картошки? Может там подожковаться за картошку? Видно, выборы нет. Сгодится и картошка, но сколько? Ахаха! Реально. Ааа. Возвращая ставка 60 картош. Ахахахаха. А мне, пожалуйста, 73 картошки. Мы договоримся. Уступи еще немного. Тогда... Ладно, оставим мне что-нибудь поесть. 63. Идет. Столько дам охотно. Чё, три дополнительно выторгнула все, да? Брось гольцогена и проблема решится сама собой. Ладно, раз уж ты так уверена, попробую что-нибудь сделать. Если бы там не было иконки выхода, я бы выбрал второе. О чем говорят лошади? В пользу мяча щетет смотреть окрестность, знать, что гнетет отшельницу. Ну там фол какой-то на берегу, точнее, на этом за домом сидел. Ты тут что-нибудь на берегу? О-о-о-о, я вижу, по-моему. А-а-а. Кстати, какая-то морская штука лежала? Это, блин, лес, который меня не пускают. Опа. Пещерка. Ага, запомнили. Который не пойду. Мяу. Слышу мяу. Кот. Ага, кот. А я волк. Эту с волком поговорю. Может, он что-нибудь видел. Эй, волк. Еще кот. Как вас не съел волк? С собаками разговаривай, да? Он светится, стоп. А, потому что он враг. А, балалайка. Ре, лук. Корова. Бодается? Ты что, слышишь? Корова, ты что? Агрессивная корова. Ну там можно войти? А, стоп, 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 стоп. Мертвые мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как пламя свечи. Хм. Отшельница права, что-то и правда происходит. Блин, все прослушалось. То, что они одновременно говорят. Так, еще один кот. Это уже третий. Блин, опять несколько красных штук. А... Чтобы выбрать. А, я не знаю. Записка, хорошо. А, манифест флагелантов. Сестры и братья в лебеде. А, конец близок. Пройдитесь в веру и исповедуйте добрую книгу. А, ибо, как писал наш пророк, от тех телесных и удобств временами воздержаться надлежит и тот рассудитель, кто выше собственного удобства ценит благополучие ближнего. А потому мы, флагеланты, восьмого дня, обечуя себя и усмиряя плоть свою, дарим долгую счастливую жизнь всем людям на свете. А ежели где еще и существует зло, полезнее преступление, то без сомнения, потому что не холесталим и себя обечем достаточно усердно. Грибы. Сивушка обыкновенная. Сильный галлюциноген. Я думал, эти грибы вымерли. Так, и вот эта подушка. На подушке пятна крови. Кровавая дорожка ведет к окну. Ниженьких кровавых дорожек. А, на полу? Окно закрыто. Ставни захлопнутые. Проверю с другой стороны. Есть там след? Тут тоже мотыльки, типа? А, мотыльки. Мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как планы свечей. Ага, все. Я прослушал мотыльков в прошлый раз, поэтому... Идем по следу. Кровавый след идет от подушки, а тут обрывается. Медальон все еще вибрирует. Ты был совсем близко. Он смотрел на тебя. Нет, дальше идти. Такая ясная дно. Нечто высасывает по ночам кровь отшельницы. Надо с ней поговорить. Может, она еще что расскажет. Так, и сюда. Рассказывай еще что-нибудь. Видимак? Да, я. Ммм... Ха-ха. Это та же трава. Я хотел бы посмотреть, что ты продаешь. А, ничего нового. Говорят, флагеллянты бичуют себя, чтобы искупить грехи всего человечества и умилостивить богов. Скажи, затем ты этим занимаешься? У всякого свои причины. Я надеюсь искупить страдания живого существа, которое некогда пало жертвой тщеславия другого. Грехи человечества меня мало заботят. Предпочитаю общество зверей. Скорее всего, тебя терзает какая-то разновидность призрака. Пока не знаю, какая. Ты не замечала упадка сил? Были на теле следы укусов? Да мне с каждым днем все хуже. Я уже говорила. А укусы? Это ж обычное дело. Комары, клопы. Макетин. Это не клопы. Нечто гораздо более крупное сосет твою кровь, когда ты спишь. Ванкир? Но я совсем уже не сплю. Все время он здесь. Смотрит на меня. Не могу так больше. Боюсь, я мало чем могу помочь. Я не сумею устранить то, чего не вижу. Может тебе выпить отвар сивушки? У меня осталось два гриба. На одну порцию хватит. Вдруг и ты тогда его увидишь. Даже у меня эти грибы могут вызвать неприятные и непредсказуемые побочные эффекты. Это правда. Поди, знай, как сивушка действует на ведьмаков. Даже отказаться нельзя. Пошелы, кроме отвара, тут ничего другого не поможет. Хорошо, теперь твой отвар выпью я. Мы тоже наркоманы. Если начну бредить про единорогов или чародеек, ты не обращай внимания. Пошел. Отвары. Единороги? Пиродейки? What? Никакого призрака. Ммм, годный клевер. Отличнейший букет. Кто это сказал? О, ты очнулся. Я уже начала беспокоиться. Думала, может, белого меда тебе дать? Только мордой это сделать не так-то просто. Плотова? Чуть-чуть. 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 Странный голос. Я думал, молодая кобыла должна звучать как-то. Мудивича. Да-да-да. Чуть-чуть. Почему это? Тоже мне нашелся эксперт по разговорам с животными. Хе-хе. Хе-хе. Ладно-ладно. Хе-хе. 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 Ну вот почему по моему зову ты океан переплывешь, а перед низеньким заборчиком остановишься? Хе-хе. Ну что поделать? У всех есть свои пределы. Хе-хе. Хе-хе. Ладно. Посмотрим, что у нас тут. Иди за мной и постарайся ничего не затоптать, пожалуйста. Детектив Платва. В деле. Геральт, тут надо как следует осмотреться. Я поищу следы, а ты, ты просто постой. Хорошо. Ты только глянь. Что там? Как тебе, кстати, броня нравится? Ничего не вижу. Это тоже. Это следы копыт. Но оставил их необычный конь. Это следы астрального существа. Идем по ним. А? Платва, скажи, как тебе масочка? Духовые мотыльки часто означают, что здесь был призрак. А? Это каждый знает. Но запах-то ты чуешь? Точно такой же был на кладбище в зиме, когда мы охотились на гулей. Это запах смерти. Запах как запах. Может, все эти следы не в коня корм? Ну, знаешь ли... А трофея тебе нравится? Блин, вот так. Кажется, поняла, с чем мы имеем дело. Так, давай подведем итоги. Что мы знаем? Призрак? Знаем очень много? Немного? Ну, призрак. Только то, что это какой-то призрак или видение, приходит по ночам к отшельнице, питается ее кровью. И даже если мы его найдем, я не представляю, как с ним сражаться. Если позволишь, это со всей определенностью нематериальный морг, принявший форму коня. Морг? Очень может быть. Морг и абсолютно невидимый, в том числе для ведьмаков. Но ты-то откуда это знаешь? Так для меня-то он не невидимый. Вон он стоит. Эм. Ой. Для меня тоже не видимый. Уходит. По коням, ведьмак. Надо его догнать. По коням. Он сама поедет. Блин, было бы круто, если реально сама сейчас понеслась. Нет, не я сама. Вон Морг. Вперед, Геральт. За ним. Эй, мне надо экономить энергию. Кто знает, сколько мне еще бежать. Экономим. У тебя столько энергии. А, блин, я кстати забыл про баф от этого дома. Он забит? Но мы должны поговорить о том, как ты ездишь. В смысле? Ты сделаешь мне огромное одолжение, если будешь направлять меня более решительно. Иногда тебя так трудно понять. Мне налево? Направо? Мне крутить крупом? Ааа. Ааа. Мне бы хотелось, что ты быстрее отвлекалась на моей команде. Ааа. Знаешь анекдот? Что сказал слепой конь, выходя на конкурсное поле? Не вижу препятствий. Ааа. Постараемся не упустить морок из виду. Теперь видишь его? Да. А, нет. Шевелись, плотва. Что я, по-твоему, делаю? Ааа. Что я, по-твоему, делаю? Теперь помедленней. Ааа. Вот еще вопрос. Почему ты иногда сбрасываешь меня в бою? Что тебе такого не припомни? Ясен пень. о-о-о! О-о-о, хе-хе-хе! Растворился в воздухе! Где убраве резко елиоволицы, что мне… О-о, это здесь! О-оо, пишите! я могу все навешать я же ведьмака школы волка топ это альт пантеры а то а что ты перерос караул а какой ерден божья же в другой ты я так да 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 у меня жить и а не думаю почему я ерден какой-то слабый а я же ведьмак школы волка что против них лунная пыль это наверное нет сам ну-ка я вторую не заделал так минус одна он это а что с еще кто-то сзади а еще хватит уже лучше неинтересно драться а это сам он пока галл пыль ну ладно сам он тоже не пойдет и чин тело то нет реально нет то я пункт минут маху он сам хорошо работает мне нравится он у неё хп сейчас закончится и автору или другую кп кончились вас хотя-то так что осмотреть надгробие ларианы взять соли мечты санскориться этого же было марчелло калевич и рыцарь умер в том году он примерно одного возраста с отшельницей похоже это его дух в облике коня мучает пинастре зачем ты мне это говоришь я читать умею и выводы делать тоже да так мысли вслух чтобы сосредоточиться геральт вон он морок а то его а по я все объясню говори только быстро зачем ты мучаешь отшельницу это она меня мучает не хочет меня простить из-за нее я не могу обрести покой каждый день я прихожу молю ее о милости ты пьешь ее кровь и пугаешь до смерти какая-то ужасная сила направляет меня не могу этого объяснить но знаю что покуда пинастре меня не простить я не обрету покоя откуда ты знаешь отшельницу что вас связывает мы были знакомы с детства я любил ее но она всегда была грустна ничто ее не радовало мир пугал я думал что ее тяготит бедность поэтому сделал все чтобы вытащить ее из деревни чтобы сделать нашу жизнь лучше я стал оруженосцем взял ее с собой в замок но пинастре быстро поняла что знать ничуть не благороднее селян а потом она еще и вам не разочаровалась сбежала из замка и примкнула к секте флагеллянтов я оставил двор хотел быть ближе к ней но она и знать меня не хотела когда даже флагеллянты ее разочаровали она стала отшельницей теперь я все вижу а при жизни никак не мог ее понять из глубины могилы живые кажутся ясными вспышками сразу видно все их мысли теперь я понимаю почему она отвергла меня она полна гнева возможно это и превратила тебя в морг почему ты выбрал облик коня о чем ты с тех пор как я умер каждый день некая сила извлекает меня из могилы заставляет меня бежать а потом я чувствую вкус крови во рту не знаю что со мной творится одно только ясно это пытка не кончится шмарканцевал я не простит но ты говоришь она видит меня конем именно так так же как и я похоже ты причинил есть страшную боль если она обрекла тебя на такие муки что ты сделал ей ничего не ей но я забил своего коня до смерти и нас ты это видела нет у меня был прекрасный жеребец выско норовисты сбросил меня во время турнира я так хотел выиграть пинастре так радовалась что меня допустили к участию меня крестьянского сына я хотел подарить ей победу и проиграл из-за коня я пришел в бешенство бил его плетью бил бил пока тот не сдох как же я сожалею умоляю прости меня отпусти мне грех ради лыска вот а что думаешь твоим дел я не дам тебе прощения не мне тебя прощать но твоя лошадь может меня спасти умоляю я в отчаянии помогите мне а то госпожа прости мне мою вину смейся таки делать выбор да читая надо подумать мне кажется что будет если я типа не прощу его как мне тогда снимать этого проклятия да не факт что я есть прощу его что-то изменится тот кто бьет до смерти лошадь из-за глупых амбиций не заслуживает лучшей судьбы так сейчас а музыка ему его астральную жопу залыска он больше не будет мучить отшельницу дух рыцаря так это не парируется но дух это призрак там там лунная пыль он так по моему обычный этот ай не знаю делает ли лунная пыль что-то мне кажется нифига не делает ай ай не успел какой-то он скучный если честно а что у меня еще есть яд его можно отравить можно сравненный призрак а а а на самом деле он даже особо это ничего не делает рыцарям все я не могла поступить иначе аналогично ясен пень ладно возвращаемся к отшельнице я отогнал морок но рано или поздно он снова вернется смысле вернется пока ты не простишь марчелло его поступок это его призрак терзает тебя никогда его не прощу он насмерть замучил живое создание по безумной прихоти он дурной человек он не заслуживает милости тогда он не отступится от тебя не могу нет у меня для него прощения раз уж и я должна страдать за его грехи пусть будет так у тебя в любом случае благодарю за помощь теперь я хотя бы знаю причину моих страданий уже убили алло игра возьми как договаривались за труды вроде 63 договаривались прощать дело твое когда попробую насыпать соли порога и на всех подоконниках может это его удержит ну ладно ловко мы вдвоем сработали что теперь идем дальше по пути поедем к ближайшей доске объявлений найдем следующий заказ ну да но я чувствую что действие отвара слабеет скоро я перестану тебя понимать какая жалость а я столько еще хотела тебе рассказать и и его до чего они сметливые прощай ведьма а а в статья персонажей плотовая связано не пистер я думаю надо а дух призраки кошмар у меня появился призрак а кошмар это всего лишь не чистая совесть а терзаемое чувство вины за непрощенные поступки а мужчина по грязнув грехе с распутными женщинами не может заснуть по ночам а потом придумывает всякую чушь про кошмары или призраки чтобы было о чем поболтать в таверне особенно издалия посвященная жрица пророка лебеды а если верить некоторым философам все что мы совершаем в жизни оставляет нестираемый след в тонкой материи из которой состоит наша душа злые деяния особенно зло причиненное невинным созданием терзает душу грешника и не дает ей покоя даже после смерти а путешествуя по тусанку геральт обнаружил что в этих теориях и народа о поверьях может быть доля истины он отткнулся на хижину отшельницы который во сне преследовал невидимый призрак геральт определил что это кошмар приведение недавно умершего рыцаря совершившего при жизни ужасный поступок и теперь преследовавшего отшельницу чтобы выпросить прощения в призрачной форме он пил ее кровь и отнимал жизненную силу кошмар являлся отшельницей в виде коня поскольку рыцарь забил кнутом до смерти своего жеребца призрак рыцаря не создавал что после смерти превратиться в злого духа этот кошмар можно было убедить серебряным мечом желательно смазав его маслом против приступов я так и сделал кстати да но я не с ним не дрался или этот чел был кошмаром странно так и персонаж так нет этих двух я читал уже а не просто из то что я загрузился и они тут остались ни причинами а платва а конь для ведьмака не просто средство передвижения об этом знают многие бандиты которых растоптали в бою твердыми копытами многие ведьмаки доверяли своему скокуну непростые жизненные тайны сматриваясь в сиявшие над большими звездами большаком звезды в час а когда конское ухо единственное на многие лиги в округе было склонно его слушать хотя не каждый в этом признается а кобылу геральт зовут платва никто в общем не знает откуда взялось это имя когда геральт об этом спрашивают он отвечает уклончиво или многозначительно молчит быть может это было первое слово которое пришло ему в голову во всяком случае кажется что платва полностью принимает свое имя а геральт нервничает и ругается когда кобыл паникует и сбрасывает его в бою или когда внезапно на всем скаку поворачивается с ним не туда куда должна но правда в том что ведьмака привязался к ней и не применял бы платвы ни на какого другого коня даже такого который когда его зовут не будет внезапно останавливаться как бы вкопанный перед непреодолимым препятствием в виде низенького бледней или хиленького деревца и не окажется ни слова ни сего на крыше крестьянской халупы что ж прижимает плечами геральт ведьмачий конь это ведь необычная кобылка а постоянный контакт с магическими эликсирами и знаками наложил бы свой отпечаток на кого угодно во время выполнения одного из заданий в тусенте геральт имел возможность убедиться что платва очень серьезно воспринимает свою роль и прекрасно разбирается в арканах ведьмачьего ремесла и что в сущности она весьма неплохая собеседница о 10 левел блин поехали платва так но ехать особо некуда на самом деле потому что я так понимаю у меня все квесты сделаны то есть я так посмотрел какие еще у меня остались и мне ничего не осталось только сюжетка все вопросики тоже закрыты кроме вот этого вот блин не знаю я попробую наверное еще раз съесть может я просто там кину бомбу или арт жахну он пропадет не знаю пока так я проверю все таки что все закрыто а гнезда чудовища то эти остались и тут все вместо силы пять штук сигнальный огонь дом геральта все все да все вопросики закрыты класс осталось получить еще одну концовку и наверное все а еще мне нужно пойти по второму пути то есть мы шли по пути с сианой теперь мне надо пройти по второму пути с этим вампиром и все